Документы ответственности 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 Мы должны знать, как правильно оформить документы, чтобы в случае, если руководитель организации примет решение уволить работника по пункту третьей части 1 статьи 81, как несоответствующего квалификации или занимаемой должности или выполняемой работе, то в этом случае, конечно, все документы должны быть в порядке, чтобы суд встал на сторону работодателя. Потому что, в первую очередь, мы защищаем интересы работодателя, и мы должны таким образом ввести документацию, чтобы работодатель всегда был защищен. Кроме того, у оценки и аттестации есть менеджерский подход, то есть управленческий. Ну, например, нигде в трудовом кодексе мы с вами подсчитаем, что необходимо ввести пост-аттестационную беседу по определенным правилам. А если даже и напишут, то за это вряд ли будут штрафовать, если мы будем что-то неправильно делать. Но с точки зрения менеджмента это грубое нарушение. Если мы неправильно донесем информацию до работника, обратную связь ему дадим неправильно, или не будем знать какие-то моменты, касающиеся обратной связи, реакции на обратную связь человека, который проходит поэтапно определенные шаги, то в этом случае мы можем тоже совершить очень много ошибок. И в результате либо потерять хорошего работника, либо из этого работника получится не лояльный сотрудник, а какой-нибудь конфликтный, который готов будет с нами драться, бороться и так далее. Поэтому менеджмент здесь тоже очень важен. После курсов мы выдаем определенные документы. После каждого курса слушатели получают свидетельство. Вот такое свидетельство об окончании данного курса. Из личного кабинета слушатели могут скачать сертификат на английском языке. Здесь написано то же самое, что в свидетельстве, но только он оформлен несколько иначе и на английском языке, а не на русском. Кроме того, у наших слушателей есть возможность получить диплом по профессиональной переподготовке. В основном это для тех, у кого нет специального обладания какого-то, а поскольку профессиональные стандарты сейчас требуют наличия дополнительных знаний, наличия документов о окончании дополнительного образования, то этот диплом просто дает возможность нам вписаться в профессиональные стандарты. Допустим, у вашего работника образование техническое, а он хочет заниматься подбором персонала или кадрового производства. В этом случае высшее образование есть, уровень имеется, а дальше уже диплом по профессиональной переподготовке. Для того, чтобы получить этот диплом, следует пройти по направлению, по нашему направлению, по кадровому, набрать курсы, 252 академических часа и написать дипломную работу. Вот, вот мы говорим, и все. Кроме того, мы выдаем удостоверение о повышении квалификации. Мы рекомендуем этот документ получать тем, у кого есть соответствующее образование, допустим, управление персоналом, и он хочет дальше расти и повышать квалификацию. Этот документ выдают бесплатно по прохождении не менее 16 академических часов по определенному направлению. Допустим, по кадрам, то есть вы получаете свидетельство, скачиваете на английском языке сертификат и можете получить удостоверение. Вы согласитесь, что, наверное, не очень убедительно для работодателя, если он читает документ, где написано, что повышение квалификации 16 академических часов. Ну, маловато. Это за два дня, и вот повысить квалификацию. Хотя это все допустимо, это в рамках закона. Поэтому мы рекомендуем, если вы несколько курсов проходите, то желательно по окончании не каждого курса получать удостоверение, а по окончании всех курсов, чтобы сразу писать туда вот это количество часов, которые вы прошли. И тогда, конечно, это нужно. Да, это по поводу оформления. Для того, чтобы получить удостоверение, необходимо составить документы о вашем образовании и документы удостоверяющие часы. Да, все правильно, спасибо. И еще один нюанс. Те часы, которые входят в удостоверение, не входят в диплом. Поэтому если вы идете на дипломную работу, то лучше удостоверение пока не получать. Вот такие документы вы можете получить по нашему направлению. Какие вопросы мы сегодня с вами будем обсуждать? Они заявлены в программе, на сайте. И речь пройдет о том, что такое оценка, что такое аттестация, в чем разница между этими процедурами. Мы выясним, какие бывают виды аттестации работников, потому что они разные. Какие особенности проведения аттестации, на что нужно обратить внимание, специфика. Поговорим о том, как работает аттестационная комиссия, что нужно обязательно, чтобы аттестационная комиссия была легитимна. Как правильно оформить аттестацию работников, это с точки зрения уже оформления документов. Кого нельзя ни в коем случае уволить по результатам аттестации, даже если он провалил все наши вопросы и вообще не сдал аттестацию. Но в любом случае мы не можем уволить эту категорию работников, выясним. И, наконец, что будет работодателю, если он нарушит правила проведения аттестации работников, ну и в конце отвечу на ваши вопросы. Мне бы хотелось перед тем, как мы перебьем к первому вопросу, в чем разница между оценкой и аттестацией, напомнить вам историю с постандартами. Потому что аттестация на сегодняшний день, начиная с 1 июля 2016 года, она очень тесно связана с профессиональными стандартами. Если раньше были квалификационные справочники, они носили рекомендательный характер, аттестация тоже проводилась с учетом квалификационных справочников, должностные инструкции, разрабатывали рекомендарии, то сейчас для многих категорий профессиональные стандарты просто обязательны. Поэтому на них будем играться. Поэтому несколько слов о профессиональных стандартах, а затем уже переходим непосредственно к этим оценкам. Итак, давайте разберем себя, какое отношение аттестации и оценка имеет к профессиональным стандартам. Но что касается профессиональных стандартов, здесь мы ориентируемся на новую статью, которая вступила в действие с 1 июля. Это статья 195 индексом 3, где сказано, что если трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными профессиональными актами Российской Федерации установлены требования квалификации, необходимые работать для выполнения определенных трудоффункций, профессиональные стандарты в части указаны обязательны для применения работодательного. И дальше. Характеристики квалификаций, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательности применения которых не установлены, допустим, для кадровых работников у нас нет такой обязательности, применяются работодателям в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей, выполняемой работниками трудовых функций, обусловленных применением к работникам и принятой в организации производства. То есть, вот, пожалуйста, это акцент, это аттестация. Когда мы проводим аттестацию, мы можем пользоваться профессиональными стандартами. Для тех, для кого это обязательно, для всех остальных носит рекомендательный характер. Ну, такой вот, тоже практически обязательный. Разъяснение Министерства труда и социальной защиты о том, кто должен, особенности применения профессиональных стандартов, обязательных. Кто должен обязательно применять? Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитазные предприятия, а также государственные корпорации, государственными компаниями и хозяйственными обществами, у которых более 50% акций устанут в капитале государственной собственности и муниципальной собственности. Для них это обязательно, для этих учреждений. Какие требования, вот это название документа, я его читаю, вы просто посмотрите, что есть в постановлении правительства. Так вот, какие требования предъявляет правительство к тем учреждениям, которые я сейчас перечислила? Здесь три основных момента. Первый момент. Будем применять поэтапно. То есть никто не требует, чтобы с сегодняшнего дня обязательно внедрили профессиональные стандарты. Все постепенно, поэтапно. Растянули до 2020 года, не позднее. И еще, Министерство труда и социальной защиты будет оправдывать помощь. Всем абсолютно. Поэтому, если что-то непонятно, сразу же пишем, обращаемся, и нам дадут подъяснение. Вот это важный момент. В содержании трудового договора, которое заложено в статье 57 Трудового кодекса, сказано о том, что наименование в трудовых договорах должностей, профессий или специальностей, квалификационные требования к ним, должны соответствовать наименованию требований, указанных в квалификационных справочниках, либо профессиональных стандартах. Недавно введена эта часть. То есть, если трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, предусмотрено право работников на предоставление компенсации и год. Допустим, вредное, опасное условие трудосмассащика. Или каких-либо ограничений при работе, при таких должностях, профессиях и специальностях. Это пример того, для кого обязательные профессиональные стандарты. Например, педагогические работники. Определение, кто такой педагогический работник, допустим, воспитатель является педагогическим работником или нет, или заложка в школе является педагогическим работником или нет. Вот есть определение. Оно дано в федеральном законе от 2011 года номер 273 об образовании в Российской Федерации. Педагогический работник – это физическое лицо, которое состоит в трудовых и служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и или организации образовательной деятельности. И кроме того, чтобы нам, ну вот это определение есть, но все равно остается вопрос, да, кроме того, чтобы нам не путаться, правительство Российской Федерации установило единый подход к наименованию должностей сотрудников во всех организациях. То есть, если это учитель, значит учитель, если это преподаватель, значит преподаватель и так далее. Вот для них профессиональные стандарты обязательны. На сайте Рост Минтруда вы можете найти всю информацию, касающуюся профессиональных стандартов, в том числе и в Центре оценки квалификации. Вся информация здесь имеется. Здесь перечень тех стандартов, которые уже приняты, а принято более 800 стандартов, да, уже утверждены они. Вот. И еще работа продолжается. И я думаю, что она никогда не закончится, потому что новые профессии возникают, и нужно носить изменения уже в те стандарты, которые уже приняты. Рост Минтруда. Если мы говорим о профессиональных стандартах и о проверке квалификации, то нужно понимать, что такое квалификация работника. Потому что при проведении аттестации мы же будем устанавливать квалификацию. Итак, статья 195 СМ1 дает определение квалификации. Это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. Ну, а профессиональные стандарты – это характеристика квалификации, необходимые работники для осуществления определенного вида деятельности. Следовательно, для того, чтобы проверить, соответствует работник, квалификация работника, занимаемая должность или выполнение работы, мы должны проверить, что? Знания, умения, навыки и опыт работы. Вот, что, собственно говоря, нам следует проверять. Ну, и вот мы подошли как раз к тому самому вопросу, а как это проверить, соответствует или не соответствует. Вопрос первый. В чем разница между оценкой и аттестацией? Мне очень нравится выражение Ли Якоха. Это он. Цитата. Эффективность вовсе не вопрос времени. Только глупцы регулярно троются сверхурочно. И иногда работникам обидно. Они говорят, ну вот мы и выходные выходим, и сверхурочно работаем, и в субботу, воскресенье там, и ночью, и все прочее, а нас не цели. На самом деле здесь нужно задуматься, а почему так происходит? В чем проблема? Здесь может быть две проблемы глобальных. Первая – это ошибка работодателя, потому что он неправильно организовал работу, нормирование труда, неправильно рассчитал и так далее. И вторая ошибка – это ошибка работника, который не умеет организовать работу в свое время. А может быть, у него недостаточно квалификации. И, допустим, инспектор по кадрам вынужден вместо того, чтобы быстренько какие-то вопросы решать, вынужден заходить в интернет, искать в форумах, обращаться к знакомым для того, чтобы решить какой-то вопрос. Почему? Ну, потому что он плохо знает, кто дал его кодексу, он не знает другие нормативные акты, он не знает, где это искать. Поэтому я тут полностью солидарна с ИКОКой, что, ИКОКа, наверное, не сломается, да? Что эффективность вовсе не вопрос времени, поэтому надо улучшать свою квалификацию. И определить соответственность или несоответственность можно через оценку персонала работников. Это установление соответствия деловых качеств сотрудника требованиям должности. Следовательно, у нас должен быть какой-то документ, где прописаны эти требования, например, должна стать инструкция. И дальше некие мероприятия, когда мы сравним, что есть у работника с тем, что есть в данном документе. Есть разные виды оценки. Например, когда кандидат приходит на собеседование, мы его оцениваем как кандидата на работу. Это называется первичная оценка. Там одни методы. Когда мы охраняем работника на работу и назначаем ему срок испытания, если срок установлен, то по окончании срока испытания или ближе к окончанию работания, мы должны понимать, будет ли он продолжать работать, этот работник, или мы будем его увольнять, предупредив, естественно, не позднее, чем за три дня. Следовательно, надо оценить по окончанию срока испытания. Следующий вид оценки. Это текущая деятельность, оценка текущей деятельности. Если в организации есть плановые показатели, KPI, причем показатели эффективности, либо какие-то другие критерии, вот по ним можно оценить деятельность работы, то есть результативность. И желательно, конечно, чтобы она была регулярной. Один раз в год, один раз в полгода, каждый месяц и так далее. Еще один вид оценки – это оценка потенциала сотрудников, то есть его компетенции. На каком уровне развиты вот те самые качества, которые позволяют работнику быть эффективными. Допустим, коммуникативные навыки, или стрессоустойчивость, или самоорганизация и так далее. Если мы обучаем работников, нам нужно четко понимать, достигли ли мы результата. Потому что бывают случаи, когда приглашают очень дорогого тренера, он приходит, известный тренер, он приходит, старается, все делает, выкладывается, а результата все равно нет. И работники, в общем-то, стараются. Тут тоже могут быть различные ошибки. Например, работники не мотивированы на обучение, или они не могут применить эти знания, особенно когда это зарубежные тренеры, они, естественно, дают свою методику, которая вписывается хорошо в западный менеджмент, но никак не реализуется у нас в Российской Федерации. Отсюда, кстати, и проблемы, например, с экспатами. Когда экспаты обижены уезжают и говорят, русские не умеют работать, а русские говорят, зачем мы пригласили этого иностранца, он ничего не понимает и так далее. И вот эти конфликты с толкновением интересов, они возникают тогда, когда мы четко не знаем цели, не понимаем особенности. Поэтому надо четко понимать, какую цель мы ставим перед обучением и уметь делать замеры до обучения и после обучения. То есть произошло изменение какой-то или нет. Ну и, наконец, еще один вид оценки – это кадровый аудит. Полный кадровый аудит, когда мы проверяем не только правильность введения документации, но и потенциал работников, квалификацию работников и так далее. То есть полностью выясняем, какой человеческий ресурс у нас есть, сколько он стоит, это все можно посчитать. И делаем какие-то выводы. Желательно проводить кадровый аудит тоже регулярно, хотя бы один раз в два года. Или один раз в год. Это вообще будет замечательно. То есть есть разные виды оценки. Обратите внимание, нигде нет словотестации. Пока это еще оценка, оценка и оценка. Есть разные методы оценки, при помощи которых мы можем оценить работника. Классических методов на сегодняшний день пять. И один из них – аттестация. Вот наконец-то появляется слово «аттестация». Еще один метод – это метод 360 градусов. Управление по целям МБУ. Очень похожий и вышедший из этого метода управления результативностью PM. И ассессным центром. Вот, собственно говоря, пять основных методов. На практике они могут применяться как отдельные методы, а могут комбинироваться и в виде вот такого симбиоза оценивать работу. Когда мы говорили о видах оценки, я упомянула потенциал работников, да, компетенции. Вот что такое компетенции и как их можно оценить? Под компетенциями мы понимаем абсолютно все качества, которые помогают работнику быть эффективным в данной должности, в данный момент, в данной организации. Например, это профессиональное знание и умение навыка. Ну, это самое простое, согласитесь, да? Мы просим, чтобы работник предъявил соответствующие документы, которые доказывают, что у него есть соответствующий уровень образования или опыт работы и так далее. Это самое простое. И даже если мы хотим оценить его знание и умение навыки, мы тоже можем это сделать при помощи различных тестов профессиональных, заданий, например, как мы можем проверить, знает ли работник и на каком уровне знает программу 1С, сажаем его в закопы, например, задание, смотрим, какой он план. Да, вот и все. Это самое простое. Кроме этого, есть еще мотивы ценности и установки. Работник может иметь прекрасную квалификацию, опыт работы, знание и умение навыки, документы, подтверждающие его образование, но не мотивировал, не хочет работать в этой организации. И речь не только о поплате труда и труда, а какой-то внутренней мотивации. Например, ему не нравятся отношения к нему или задачи поставленные в этой организации ему не устраивают. И все. И тогда все эти профессиональные знания и умения навыки, они тут не очень большую роль, как согласитесь. Компетенциям также, одна из составляющих частей компетенции, мы будем относить к модели поведения. То есть как он это делает? Это очень важно, особенно в клиентском бизнесе. Например, конъектно-ориентированность. Вот какова модель поведения? Да, у него есть профессиональные знания и умения навыки, он все умеет делать, он хочет работать, но при этом каким-то образом, допустим, это очень комплектный человек. Вот она, модель поведения. Он говорит, я знаю, как нужно, вы ко мне не лезьте и так далее, и так далее. И в результате компетенции тоже будут не в полной мере развиты. И, наконец, личностно-деловые качества. Сюда можно отнести и черты характера различные, и воспитание, и такое качество, как стрессоустойчивость, например, и так далее. Таким образом, мы видим, что компетенция – это совокупность многих факторов, не только профессиональных знаний и умения навыков. Номер один. Итак, когда мы оцениваем работника, мы его оцениваем как минимум по двух параметрах. Первый параметр – это эффективность его, то есть плановый показатель – достиг, не достиг. И второй параметр – это компетенция. То есть, есть ли ему куда развиваться, какие у него слабые стороны, сильные стороны, и как мы будем дальше его подвигать. Так вот, оценка персонала. Вот те методы, которые я перечисла, пять методов, помните, да? Каждый метод преследует свою цель. Он выполняет какую-то определенную цель. Ну, например, есть такой метод, который называется 360 градусов. Слышали? Это оценка компетенции работника. Мы не можем по этому методу, это опросник, мы не можем по этому методу оценить его эффективность, потому что туда не заложен плановый показатель, да, KPI, точевые показатели эффективности и так далее. Поэтому, если мы проводим оценку методом 360 градусов, то мы можем только узнать сильные и слабые стороны работника. Ну, или там уровень развития компетенции. Все. Насколько он эффективен, мы не можем узнать из этой оценки. Ну, и так, собственно говоря, каждая оценка. Таким образом, посмотрите, что получается. Мы хотим оценить достигнутые результаты. Для этого используются определенные методы оценки. Это управление по целям и управление результативностью. Эти два метода оценки предполагают постановку цели определенной и через некоторое время по определенным критериям мы определяем, третий уже раз сказала, определяем, да, определяем эффективность работы. Застегнуты они или нет результатов. Второй уровень – это выполнение функций. Ну, например, очень легко определить результаты, наверное, у менеджера в продаже, да, у других работников, у которых есть этот результат, был явный работой. Это так называемые результативные должности. Но у нас же не все работники работают именно на результат. Есть и процессуальные должности. У нас есть секретарь, который отвечает на телефон, например. У него тоже есть результат, тоже можно привязать. Но в основном он выполняет свои функции. Поэтому оценивать выполнение функций при помощи МБО, ИПМ, ну, тут не совсем корректно, наверное. Здесь нужна аттестация. Ну, вот пример. В отделе кадров работает инспектор по кадрам. И мы ему ставим цель. Если он в день будет делать 50 приказов, то он молодец. Если он достигнет этой цели, то очень плохо будем наказывать. Вопрос. Всегда ли вот эти количество приказов зависит от интеллекта по кадрам? Нет, конечно. А если мы никого не принимали, не воняли, тогда откуда войдет эти 50 приказов? То есть сам будет сидеть и придумывать, кому-нибудь вонять? Ну, нелогично. Поэтому его можно оценить при помощи аттестации. У нас есть должностная инструкция, например. И мы сравниваем, как он выполняет свои функции. И, наконец, профессиональный потенциал или компетенции. Вот здесь та самая оценка 360 градусов, о которой мы говорили. И ассессмент-центр. Ассессмент-центр – центр оценки специалистов, когда группе работников предлагают выполнить какие-то упражнения, задания. И смотрят, наблюдатели смотрят, как они выполняются, оценивают по-малому, и дальше определяют уровень развития компетенции. Итак, если мы хотим определить достигнутые результаты, это один метод оценки, выполнять функции другие методы оценки, профессиональный потенциал – третий метод оценки. У каждого своя цель. Ну, а мы с вами будем говорить о аттестации работников, потому что это единственный метод оценки, зафиксированный в трудовом законодательстве. Ни про 360 градусов, ни про ассессмент-центр, ни ПМ, ничего не сказано в трудовом законодательстве. Следовательно, мы не имеем права уволить работников, потому что по итогам 360 градусов, которые мы провели, у него очень низкие результаты. Правильно? То есть его компетенция оценена низкая. Ну и что? Представляете, что мы напишем в трудовом книжке? Ну, можно, конечно, что-то там придумать и так далее, например, по соглашению стороной будет, но это уже другая история, согласитесь. А вот по результатам проведенной аттестации, если работник в соответствии с занимаемой должностью или выполнением работы, это можно сделать. Итак, что же такое аттестация работников? Статья 81, вы помните, в третьем части первой этой статьи, сказано, это вот как раз про увольнение, да, по инициативе работодателя. Сказано, что аттестация работников – это процедура определения квалификации, соответствия работника, занимаемой должности или выполняемой работе. И дальше в этой же статье, в части второй, написано, что аттестация устанавливается трудовым законодательством, локальными нормативным актом. Но, знаете, здесь некое лукавство присутствует, потому что в трудовом законодательстве, кроме вот этой статьи, 81-й статьи, ничего больше нет про аттестацию. Поэтому как она устанавливается? Только 81-й статью, только вот то, что здесь у нас прописано. Есть, конечно, другие документы, я о них буду говорить, но это уже не совсем трудовое законодательство, это уже регулирование труда определенной категории работников. И, наконец, еще одна информация, которую мы можем подчеркнуть из федерального закона и из 82-й статьи, части 3-й, что в состав аттестационной комиссии должны быть включены представители выборного органа, первичной профсоюзной организации. То есть, если у вас есть профсоюз, значит, не забудьте, пожалуйста, в состав аттестационной комиссии включить представители. Вот, собственно, и все. Ну, и еще один момент там указан, я сейчас не стала, это вот писать в слайде, но озвучу, что перед тем, как увольнять работника, который не соответствует заниманию должности, установленной процедурой аттестации, мы должны ему предложить другой место работы. Нежестоящий, нежеоплачиваем, пожалуйста, можем предложить. Ну, сейчас говорим не о увольнении, мы сейчас говорим, собственно, о оценке и аттестации. Это уже не обучение. Итак, продолжаем. Вопрос второй. Какие бывают виды аттестации работников? И вот как раз подходим к вопросу, какие бывают виды. Мы можем разделить аттестацию на несколько видов. По обязательности, по периодичности и по первичности. Обязательная для определенных категорий, например, для педагогических работников, для медицинских работников, для работников правоохранительных органов и корпоративная, для всех остальных, для которых это не обязательно. Например, в нашем центре мы проводим корпоративную аттестацию, потому что для нас не является обязательной. По периодичности. Периодическая, то есть один раз в год, или, как у нас, допустим, установлено, или один раз в три года, как для государственных гражданских служащих. Один раз в пять лет, как для медицинских работников. И эпизодическое, однократно. И вот как раз в ситуации, вот тот самый кейс, о котором мы говорили, если работник признан несоответствующим занимаемой должности или выполняемой работе в результате, ему могут назначить повторную аттестацию, если он не согласен. Но об этом тоже нужно все прописать в положении. По первичности. Первичная, когда работнику присваивается какой-то разряд, класс и так далее, и повторный подтверждающий этот класс. То есть видите, что совершенно разные виды аттестации, в зависимости от цели. Вот как раз цели. Для чего проводится аттестация, что хотим достичь, чего хотим достичь. Оценка профессиональной пригодности конкретного работника для выполнения определенной работы. Например, работник узнал, что у нас образовалась вакантная должность. Он хочет перетендовать на инфакантную должность. Мы сомневаемся. Здесь можно провести аттестацию. Вот как раз это будет эпизодическая аттестация, да, для того, чтобы уточнить, подходит он или нет. Формирование кадрового резерва. Если мы ежегодно составляем план работы на следующий год по развитию персонала, по обучению, то вот как раз можно провести аттестацию для формирования кадрового резерва. Лучше выбрать записать. Разработка программы повышения квалификации и обучения. Новые требования к работе, пожалуйста, сюда же. Стимулирование профессионального роста работников. Например, установка такая, мотивация. Если вы сдаете аттестацию, то вы имеете право на повышение чего-то, должности, зарплаты, какой-то набавки или премии и так далее. И, наконец, не очень такая, скажем, благая цель этическая – это увольнение работника. Но иногда приходится это делать, например, при сокращении численности штата работников. Нам нужно четко понимать, кого будем увольнять и кого будем оставлять. Поэтому проводим аттестацию и принимаем какое-то решение по результатам аттестации. Третий вопрос. Какие особенности проведения аттестации работников? Перед тем, как проводить какую-то оценку и аттестацию в том числе, необходимо очень хорошо подготовиться. В том числе заранее мы должны подготовить специальное помещение, где спокойно, без суты можно будет провести эту аттестацию. Сполагательное оборудование и технические средства. Если нужно будет посмотреть, как работник выполняет какие-то виды работы. Например, есть салоны ВЭЛа, и они там проводят тоже аттестацию. Они называют это не оценкой, а именно аттестация. И там есть практическая работа, когда специалисты, стилисты показывают, что они умеют делать. Причевки делать, макияж, стандарь, очень интересно. Но для этого, опять же, вспомогательные средства нужны. В свое время, когда я работала в отеле, мы тоже проводили аттестации, и там, например, барвины показывали, как они умеют делать коктейли, что там еще одно, для этого тоже нужны определенные средства. И, конечно, подготовить необходимые документы, которые мы тут же сразу же будем заполнять. Как я уже сказала, к сожалению, в трудном законодательстве у нас нет документа, где все четко было бы прописано. Что такое аттестация, как она проводится, поэтапно, кого можно, кого нет и так далее. Вот этого нет единого документа. Поэтому я сейчас привожу в пример очень хороший, на мой взгляд, документ, который распространяется, правда, не на всех, а только на государственных гражданских служащих. Это указ президента Российской Федерации 2005 года номер 110 о проведении аттестации государственных гражданских служащих. Но если вы будете разрабатывать какие-то свои нормативные акты, я очень рекомендую взять его за основу. Потому что, с одной стороны, он действительно грамотно составлен, проверен, в работе. А с другой стороны... Да, 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 там уже все отработано. А с другой стороны, если вам придется защищать права в суде или перед государственными инспекторами труда, а это все государственные служащие, а они все это хорошо знают, то вам будет гораздо легче говорить на этом же языке, да, потому что они понимают, о чем идет речь. Например, государственные гражданские служащие проходят аттестацию один раз в три года. И с графиком проведения аттестации следует ознакомить работник, служащих, извините, пожалуйста, не позднее, чем за месяц до проведения аттестации. Вот если вы установите в своем нормативном акте этот месяц для ознакомления, все, никаких проблем, понятно, почему, да, хоть какая-то основа. А если вы напишите две недели, скажут, что маловато будет. Хотя это ничем не подкреплено, но, казалось бы, здесь нет никакого нарушения право законодательства, что хотим, то и делаем. Но могут подумать о том, что мы не даем время работникам для подготовки. Итак, что можно взять из этого указа? Здесь перечислены те категории гражданских служащих, которые не подлежат аттестации. Вот я бы вам рекомендовала тоже сделать какой-то свой список в рамках своей организации, потому что смысл проводить аттестацию для тех, то есть тратить время и так далее, для тех, кого мы все равно не сможем не перевести, не уволить и так далее. Ну, например, вот здесь в этом указе указаны проработавшие занимаемые должности гражданской службы менее одного года. То есть они еще не готовы, у них срок адаптации еще не прошел. Обратите внимание, не срок испытания, а именно адаптации. Достигшие возраста 60 лет, пенсионеры по возрасту, беременные женщины. Ну, действительно, я думаю, что беременные женщины надо заниматься в этот момент чем-то другим, а не проходить аттестацию, потому что мы все равно не можем не уволить ничего. Находящиеся в отпуске по беременности родом и в отпуске по уходу за ребенком для достижения возраста 3 лет. Аттестация указанных граждан в гражданских случаях возможно не ранее, чем через год после выхода из отпуска. Видите, дается год и здесь, и здесь, чтобы адаптироваться. Для тех, с кем заключается срочный служебный контракт, ну, в переводе на наш язык трудовое скандалительство, это срочный трудовой договор. И в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена. Сдал квалификационный экзамен, подтвердил документы, все, вот мы его потрогаем. А что еще есть интересного? Периодичность. Периодичность раз в 3 года. Ну, вы уже устанавливаете свою периодичность, опять же, в зависимости от специфики. Можно проводить неочередную аттестацию, я продолжаю актистировать указ президента Республики. Например, неочередная аттестация. Гражданский служащий обратился по соглашению сторон, да, с учетом результатов годового отчета, да, профессиональной служебной деятельности. Или по решению представителя-нанимателя в лице руководителя государственного органа после принятия определенных решений. Например, из обращения должности гражданской службы в государственном органе. Или об изменении условий труда гражданских служащих. И вот то, о чем я говорила, график проведения аттестации доводится не менее, чем за один месяц. Понятно, что даже если организация не очень большая, ну, 50 человек, ну, согласен, это небольшая организация. До 100 человек, это еще очень мало предприятий. Но за один день провести аттестацию всех работников, ну, наверное, это невозможно. Даже если поднять на каждого, все равно мы не указываемся. Поэтому мы создаем график, где четко указываем, кто, когда будет сдавать, кто входит в аттестационную комиссию, вот обязательно и так далее. Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. То есть, члены аттестационной комиссии голосуют, кто за, кто против, и дальше как бы это вывод делают. Ну, и если голоса разделились по уровню, то, естественно, в пользу гражданско-служащего. По результатам аттестации принимаются решения. Вот здесь, или четыре решения, на самом деле, их всего два. Либо соответствуют занимаемой должности, либо не соответствуют. Что же здесь есть в этом документе? Соответствует замещаемой должности гражданско-служба. Опять же, соответствуют должности, но предлагают еще и категоризирование. Или тоже соответствуют, но предлагают пройти профессиональную переподготовку и получение квалификации. То есть, фактически, это все соответствие. А дальше идут рекомендации. Ну, и, наконец, Г. Не соответствует замещаемой должности гражданской службы. Гражданские служащие знакомятся с аттестационным листом. Вот расписка. Сейчас покажу, как выглядят эти документы. Ну, и этот документ сохранится в личном деле гражданского служащего. Но просто провести аттестацию и забыть о ней до следующей аттестации, это, наверное, неправильно. Следовательно, по результатам аттестации необходимо дальше предпринять какие-то меры. Какие? Издается правовой акт, приказ, распоряжение и так далее, где прописывается, кого в кадровый резерв определяем, кого на профессиональную переподготовку или подготовку, кого будем понижать в должности, ну, или кого-то увольнять. То есть все четко прописано. Вот такой план мероприятий. Как работает аттестационная комиссия? Четвертый вопрос наш. И здесь мы вспоминаем, что обязательно должны быть представители выборного органа, представительные организации, если они имеются у нас. Во всех остальных случаях мы прописываем требования самостоятельных. Желательно, чтобы в аттестационной комиссии были не менее трех человек, потому что роли распределяются следующим образом. Председатель аттестационной комиссии, который отвечает абсолютно за все. Это вот человек ответственный за работу аттестационной комиссии. Как правило, это статусное лицо, либо генеральный директор, либо его заместитель, ну, такое статусное лицо. Иногда это бывает даже, скажем так, номинальная функция. То есть он даже не присутствует, просто подписывает документы для придания заказа этой процедуры. Вторая секретарь аттестационной комиссии – это человек, который занимается документацией. Он готовит документы, он заполняет протоколы, документы, выписки делает и так далее. Вот секретарь может быть одновременно и членом комиссии. То есть он может и работать в комиссии, и голосовать, и так далее. А может просто быть секретарем, то есть заниматься только документацией. И третья роль – это член комиссии. Если их несколько членов комиссии, ну, значит, комиссия будет не из трех человек, а из четырех, пяти и так далее. Желательно, чтобы в комиссии было нечего механического помнеки, чтобы меры делились на пополам. И еще, если в организации есть разные должности, которым мы будем аттестовывать, то в состав комиссии должны обязательно входить эксперты, которые могут определить квалификацию данного конкретного человека. А если у нас в организации есть такая должность программиста 1КС, и все, то есть это не отдел никакого, а просто вот один такой вот крикишник у нас, кто будет его оценивать. Понятно, что своими силами мы вряд ли справимся, если, конечно, у нас нет работника, у которого есть определенная квалификация. Поэтому тут вариативность. Либо мы приглашаем эксперта, чтобы он пришел и участвовал в заседании комиссии, естественно, за вознаграждение, либо мы отправляем этого работника в стороннюю организацию, которые имеют право проводить соответствующую оценку квалификации. И он приносит соответствующий документ и говорит, вот, пожалуйста, я прошу. Я говорю, все, здорово. И личное дело. Поэтому состав комиссии должен быть именно вот таким. Как правильно оформить аттестацию работников? С точки зрения уже оформления документов. Давайте посмотрим поэтапно. С чего начинаем? Первое, конечно, должна быть какая-то база, на которой мы будем опираться. Вот все мы как раз говорили. Если мы не прописали правила проведения аттестации, у нас будет очень много вопросов и конфликтные ситуации в том числе. Поэтому мы разрабатываем локальный нормативный ад, например, называем положение проведения аттестации в такой-то организации. Обязательно знакомим всех работников, обязательно подподпись, чтобы потом они не говорили, ой, я не знаю, я первое слышал. Все четко у нас утверждается. И знакомимся. Когда наступает момент проведения аттестации, мы издаем приказ по основной деятельности о проведении аттестации и знакомим работников, что вот, в такие-то сроки будет проведена аттестация с такой-то целью. Разрабатываем график проведения аттестации, тоже знакомим работников. Собственно, проводим аттестацию, то есть заседание аттестационной комиссии у нас проходит, оформляем документы, знакомим работников. Как может проходить? На этой части я сейчас немного задержусь. Как может проходить? Совершенно по-разному. Даже у государственных гражданских служащих, хотя у них все регламентировано, у них тоже по-разному это проходит. В некоторых случаях в заседании ответственной комиссии приходит государственный служащий или работник другой организации со своим руководителем и ему задают вопросы по его деятельности, какие-то документы рассматривают, принимают решения. Чтобы оптимизировать процесс, некоторые организации делают подготовку предварительную. Что они делают? Они оценивают эффективность работника при помощи методов МБО и ПМ, проводят все-таки ПИА и так далее. Они оценивают квалификацию, компетенции работника при помощи 360 градусов или ассессованцентра, или того и другого. Собирают всю эту информацию и уже к заседанию аттестационной комиссии вся эта информация имеется. Все, что нужно аттестационной комиссии, это изучить документы соответствующие и принять решения. Если какие-то вопросы возникают, то работник узнает эти вопросы. То есть тогда заседание аттестационной комиссии, оно оптимизировано. Достаточно быстро проходит все это и нет необходимости занимать очень важных людей. А все-таки у нас важные люди. Это же деньги мы им платим за это, чтобы они выполняли все функции. Вот, поэтому здесь можно по-разному подойти. После проведения аттестации, куда мы вносим эту информацию? Обязательно унифицированную форму Т2, личную карточку работника. У нас есть раздел на четвертый, да, о том, что работник прошел аттестацию и соответствует, либо не соответствует занимаемой должности. И сдаем приказ о мероприятиях по итогам аттестации. Там все четко прописано, когда, куда, кого. Документы, которые нужны для проведения аттестации, я вам сейчас покажу, прокомментирую. Утвержденных форм нет единых, поэтому вы для себя в организации утверждаете свои формы. Начинаем с основы, с положения о проведении аттестации. Оно должно быть утверждено. В этом положении обязательно прописываем, для чего проводится аттестация, цель аттестации, ее задачи и сроки проведения. Еще одним из разделов может служить работа аттестационной комиссии. Как мы формируем аттестационную комиссию, допустим, при помощи приказа генерального директора. Кто имеет право входить в состав аттестационной комиссии, как проходит заседание аттестационной комиссии и как принимается решение. Вот порядок проведения аттестации, в какие сроки, все это прописываем, собственно, проведение, аттестуем у работника. Четвертое решение, которое может принять аттестационная комиссия. Сразу же хочу оговориться. Вот то, что делает аттестационная комиссия, это регистрируется в протоколе, в протоколе все это прописывается. Но окончательное решение принимает работодатель. Например, аттестационная комиссия считает, что данный конкретный работник не соответствует нормальной должности и рекомендует его уволить. Работодатель говорит, нет, это мой, да? Это очень способный работник, поэтому я его обучу, и он сможет выполнять эти функции. Отправить на обучение за свой счет, обучает и дальше опять проводит аттестацию. То есть, еще раз повторяю, что окончательное решение по поводу вольнения, переводов и так далее принимает работодатель. Вот предложение к этому положению. Служебная характеристика. Она нужна членам аттестационной комиссии, чтобы иметь представление о работнике. И ее пишет, служебную характеристику пишет непосредственно начальник, руководитель. И здесь вот, пожалуйста, с характеристикой ознакомит сам работник. Он должен знать, что там написано. А это пример аттестационного листа. Здесь указывается информация о том, кто проходит аттестацию. И обратите внимание, когда идет заседание комиссии, аттестуемый задает вопросы. Все это фиксируется в аттестационном листе. Какие вопросы были заданы и какие ответы были получены. Далее идут замечания предложения, которые высказали члены аттестационной комиссии. Замечания предложений высказаны аттестуемым. Он тоже может не согласиться. Это все вносится в аттестационный лист. Если была предыдущая аттестация, надо посмотреть, выполненные или не выполненные рекомендации. Допустим, мы написали, что этот работник должен повысить квалификацию. Вопрос повышал квалификацию. Ничем может показать. Документ какой-то. И вот, наконец, смотрим, десятая. Это оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования. Голосуем, кто за, кто против. Пишем рекомендации, подписываем, знакомим. Работника, вот, с аттестацией знакомый. И дальше, пункт 12, решение руководителя по итогам аттестации. Именно руководитель принимает решение, что дальше делать. Вот такие документы. Ну, а мы продолжаем. И переходим к следующему вопросу. Вопрос шестой. Кого же все-таки нельзя уволить по результатам аттестации? В 81-й статье написано, что сначала мы должны предложить другое место работы, если оно имеется, если он согласится. Обязательно учитываем мнение первичного профсоюзного органа. И, наконец, самое интересное. Беременные женщины ни в коем случае не трогаем. 261-й статье Трудового кодекса. В этой же статье перечислены женщины, имеющие детей в 23 лет, тоже не можем уволить по результатам аттестации. Одинокие матери, воспитывающие ребенка возраста до 14 лет, ребенка инвалид до 18 лет. Та же самая статья. Тоже никак. Другие лица, воспитывающие указанное детей без матери. Эта же статья нет. И, наконец, статья 269. Это работники в возрасте до 18 лет. Мы их тоже не имеем права уволить по результатам аттестации. И тут же задаем вопрос. А стоит ли тогда проводить, включать этих работников в состав аттестуемых? Не вижу смысла. Какую ответственность несет работодатель за нарушение правил проведения аттестации? Ну, во-первых, это управленческий момент, и работодатель может совершить какие-то ошибки при проведении оценки аттестации. Например, несоответствие системы аттестации степени древности компании. То есть компания находится на определенном этапе развития, а мы уже проводим аттестацию. Солидная компания. Хотя у нас еще стартап, например, еще не готов. Или негативное отношение сотрудников к любой оценке их деятельности. Это нормально. Когда вам говорят, что «А теперь мы вас оценим», у любого человека начинаются отторжения и сопротивления. Это нормальная реакция. Поэтому с сопротивлением тоже нужно работать. Нужно проводить подготовительную работу. Оценка личностных качеств сотрудников в отрыве от должностных обязанностей и компетенций. Ну, он же такой хороший. Он же бегает за тортиком. Ну, неужели мы его нет? Конечно, аттестуем. Да, вот тоже ошибка. Отсутствие связи аттестации с системой материальной и нематериальной мотивации. Очень часто, когда я интересуюсь у наших слушателей, вы когда-нибудь проходили оценку аттестации? Ну, многие говорят, да, проходили. Я спрашиваю, и что в результате, что изменилось в вашей жизни? К сожалению, многие говорят, не знаю, ничего не изменилось. Ну, прошли и прошли. Так, для галочки. Это, конечно, не мотивирует. Потому что в следующий раз тогда будет проходить аттестация, ну и что? Да, для галочки. Ну, пройду, но не пройду. Поэтому, конечно, оценка и аттестация в том числе, она должна иметь свою целью и еще и мотивирование персонала для достижения вот каких-то целей определенных. То есть люди должны с радостью идти на аттестацию. Я дам аттестацию и так, да. Ну, и по тексту. Мнение руководителей, что на проведение аттестации у них нет времени. Вот это мне больше всего нравится. И когда, обращаясь к руководителям, особенно структурных подразделений, если топ-менеджмент еще более-менее понимает важность проведениями оценки аттестации, то, к сожалению, средний менеджмент не понимает. Они вечно закручены, задерганы вот такой текучкой, да. Они говорят, да некогда, нам некуда это делать. А на самом деле руководитель, у руководителя есть определенная функция управления. Это организация, планирование, мотивирование и контроль. Вот в данном случае оценка – это и есть контроль, контроль своих работников. То есть это их функционал. Мы, как кадровики или как HR, можем организовать в целом систему, но дальше должны работать, конечно, сами руководители структурных подразделений. Минимальное участие работников в постановке задач. Когда мы говорим, ты должен сделать то-то, 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 человек говорит, хорошо, я буду делать то-то, 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 и все. Нет чего самого главного – в обличении. А вот когда к вам приходят и говорят, вы знаете, у нас будет оценка персонала через год, как вы думаете, какие критерии, по каким критериям можно вас оценить? И тогда работник, который выполняет эти функции, он же знает эти критерии, он же понимает, да, чего он может достичь, где он может себя проявить и так далее. И тогда он дает какую-то обратную связь. Поэтому я считаю, что перед тем, как проводить оценку, аттестацию, конечно, нужно подключать специалистов и вместе с ними разрабатывать вот эти оценки критерий, когда они будут мотивированы. Далее. Неумение руководителей проводить пост-аттестационную беседу неадекватного восприятия работниками обратной связи. Ну, вот то, что я говорила, это управленческий момент. Ну что, не сдал? Я так и знал, что ты не сдашь. Это, конечно, не разговор. Наша цель какая? Коучинг, да? Кстати, вот при помощи коучинга можно очень больших высот достичь. Надо выяснить, во-первых, мнение самого работника. Что он думает про эту аттестацию или оценку? Нужно понять, какие ошибки были допущены при организации, может быть, если это впервые проходит. Нужно понять, почему неадекватно восприятие. Потому что человек начинает защищаться. Ну, вот сейчас на меня будут нападать, уволят или так далее. Он начинает защищаться. Поэтому мы должны тоже это понимать. Человек проходит несколько стадий. Например, первая стадия, когда ему говорят, а вы плохо работаете. Или вы не прошли аттестацию. Первая стадия – это шок. То есть удивление, не понимаю, как это. Я с утра до вечера вкалываю, и я же еще плохо работаю. Вот. Вторая стадия – это вот как раз агрессия. Да и вы сами неправильно проводите аттестацию, например. Третья стадия – сопротивление и защита. Нет, вы меня не уволите. Я пойду на вас жаловаться в суд. Четвертая и пятая стадия – это понимание. То, что происходит, и помощь. То есть если человек доходит до четвертой и пятой стадии вот этой вот реакции, да, если руководитель понимает вот все вот эти этапы, то он должен навести работника именно до четвертой и пятой стадии. Когда человек говорит, ну да, в общем-то, я, наверное, тоже где-то был неправ. И сразу же вопрос, а что я могу сделать, чтобы это исправилось. Вот это вот будет идеально. Задичная и завышенная самооценка работника. Для того, чтобы понимать, какая у него оценка, надо обязательно проводить опросы. Причем я обычно рекомендую делать одинаковые опросники и для руководителя непосредственно, и для работника, чтобы они запомнили, а мы их сравнили потом. Ну, например, как вы оцениваете результаты, там, не знаю, свои аттестации, пятибалльность шкале, работник пишет на 5 баллов, я молодец, я хорошо стал. А руководитель пишет на 2 балла, еле-еле выкарабкался, например. И вот тогда, когда мы видим, в чем есть вот этот конфликт непонимания, мы начинаем выяснять причины, почему руководитель так видит, а работник иначе. Ну и, наконец, что касается ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, это статья 5.27, которая распространяется абсолютно на все, что касается трудового законодательства за исключением специальной оценки условий труда. Это нарушение трудового законодательства иных нормативных правовых актов, содержащих нарушение трудового права. Ну, например, мы проводим аттестацию, признание, что работник не соответствует занимаемой должности, и увольняем его. А оказывается, что это беременные женщины. Или работник, не достигший возраста 18 лет. Нарушение? Да, нарушение. Вот, пожалуйста. А что нам за это будет вопрос? Ну, во-первых, его установят, конечно же, суд. Это безусловно. И дальше. Предупреждение или наложение административного штрафа для должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Она лица, осуществляющая предпринимательскую деятельность, от 1 до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц, видите, здесь уже увеличится от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. И часть четвертая. Если это повторится еще раз, совершение административного правонарушения лицом ранее подвернутым административным наказанием за аналогичное административное правонарушение, здесь уже серьезнее. Здесь штраф уже на должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификации, то есть запрет на выполнение какой-то работы или какой-то должности, занятие какой-то должности на срок от 1 до 3 лет, только судом это может быть. И на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность от 10 до 20 тысяч, а на юридических лиц от 50 до 70 тысяч рублей. Пусть уже возрастает штраф. Напоминаю, что вы можете получить один из этих документов, а может быть и все четыре при желании. Всем большое спасибо. Всегда рада вас видеть в нашем центре.